Добрый день! Мы на этой неделе в земле Израиля читаем главу Эмор. Глава продолжает основную тему книги Вайкра, тему служения в храме и тему прошлой главы Кедушим, тему святости евреев. Тут речь идет о святости коинов и святости их службы в храме. И тему святости завершается общим призывом к нам «И не оскверняйте моего имени святого, и я буду святым среди сынов Израиля». Таким образом, Тора поднимает одну из важнейших тем в иудаизме, тему Кедуша-шем и Хилюля-шем. Что это, для чего? И мы отсюда выйдем на ответ на другой важный и интересный вопрос. Как и ради чего жить? Тема Кедуша-шем и Хилюля-шем нужно начать с ответа на вопрос, какой грех считается самым серьезным. И это объясняется в трактат Йома. Если человек нарушил повелительную заповедь и сделал тшуву, что важно, то он удостаивается немедленного прощения. Если человек нарушил запретительную заповедь, но сделал тшуву, то тшува задерживает наказание, а Йом-Кипур искупает. В результате человек не получает наказание. Если человек совершил грехи и наказание, за которых карет, отсечение души от источника и смерть по закону еврейского суда, но он сделал тшуву, то тшува и Йом-Кипур задерживает наказание, а страдания очищают до конца. То есть в этом случае страдания должны обязательно прийти. Однако тот, кто осквернил имя Всевышнего, ему не поможет ни раскаяние, ни Йом-Кипур, ни страдания. Они все только задерживают наказание и лишь смерть очищает окончательно. То есть мы видим, что осквернение имени Всевышнего – страшная вещь, которая осложняет и без того наши серьезные проступки. Тора запрещает нам осквернять, унижать имя Всевышнего. Такое осквернение на иврите называется хилюляшем. Освящение имени Творца мы называем кедушашем, от кедуша – освящение. Что понимает Тора под освящением или, не дай Бог, осквернением имени? Наше поведение относительно заповедей, которые он нам дал. Выполняя заповеди Торы, мы освящаем имени Творца, нарушая их, унижаем его имя. О том, насколько серьезен запрет осквернении имени, насколько важно для мира и для души каждого из нас сохранение имени Всевышнего в святости, мы можем судить, потому что относительно ряда заповедей нам предписано избегать их нарушения в любых обстоятельствах, любой ценой, даже ценой жизни. Всем известно, что таких запретов три. Ни при каких обстоятельствах и ни при каким внешним давлением, даже под угрозой смерти, нам нельзя поклоняться идолам, развратничать и убивать. Остальные заповеди при опасности для жизни мы должны нарушить, поскольку для Всевышнего наша жизнь важнее выполнения заповедей. Но и это предписание ограничено рядом условий. Если люди, во власти которых мы оказались и которые огружают нам смертью в случае невыполнения их приказа, идущего в разрез с Торой, они преследуют чисто практические цели, ну, скажем, работать в субботу для своей, для их выгоды, то тогда нарушение допустимо. Но только при условии, что оно не будет публичным на глазах у десяти евреев. Если же требование нарушать заповедь связано с требованием отказаться от веры, ну, то есть вы нарушаете субботу, потому что вашего Бога нет, или там он ничего вам не повелел, такого вообще нету, то есть нам вообще запрещено уступать. Как эти требования Торы согласуются с утверждением, что для Всевышнего наша жизнь важнее выполнения заповедей, так, что и у нашей жизни есть, так сказать, своя цена, своя ценность. И нарушение заповеди, когда это запрещено, обесценивает нашу жизнь. Вернее, было бы сказать, обессмысливает. После такого нарушения жить уже не стоит. В чем же тогда смысл жизни, как и зачем стоит жить? Ну, так и ответ теперь понятен. Вот ради Киду Шашем, ради освящения имени Всевышнего и стоит жить. Но нужно разобраться, да, чуть поподробнее. Талмуд задается вопросом, что такое хилюляшем в конкретном проявлении в обыденной жизни, а не в экстремальных каких-то ситуациях. И от имени разных мудрецов приводят разные примеры. Сказал Раф, например, если я возьму мясо у мясника и не заплачу сразу. Объясняет Раши, что тут за проблема. Когда я плачу не сразу, то мясник говорит, что я жулик, то есть я не заплачу, и сам учится у меня пренебрегать чужим имуществом. Раби Жеоханов говорит, человек, занимающийся Торой, бродит по улицам, не учится, бездельничает на глазах всех, теряет время. Раши комментирует. Причем здесь хилюляшем? А при том, что время, потраченное впустую, это нарушение другого запрета Торы. И объясняет, такая прогулка может и не быть тратой времени впустую. Скажем, человек устал и отдыхает, чтобы затем эффективнее заняться Торой. Но поскольку окружающим видна только внешняя сторона его поступка, а не мотив, он компрометирует в своем лице мудреца Торы, а за ним Всевышнего. И в том и в другом случае можно заключить недостойный поступок человека, о котором все знают, что он изучает Тору и соблюдает заповеди, является осквернением имени Всевышнего. Как сказал Абай, люби Бога, чтобы Ибя Мога стала любима через тебя. Через тебя. Так люби Бога. И казалось бы, те, кто не соблюдает заповеди Бога и просто ничего не соблюдают, или даже что-то соблюдают, но это никому неизвестно вокруг, то казалось бы, их не затронет этот вопрос осквернение имени Всевышнего. Ведь разговор от Талмудия касался мудрецов Торы. Но давайте не торопиться с выводами. Посмотрим. Общее правило, оно другое. Осквернение имени Всевышнего и освящение имени являются таковыми, независимо от того, совершен ли поступок на глазах у кого-то или без свидетелей. Каждый раз, когда мы выполняем предписание Торы, мы совершаем кедуша-шем. И каждый раз, когда мы, не дай Бог, нарушаем запрет Торы, мы оскверняем имя того, кто сотворил мир. Тора дает нам пример двух случаев освящения имени Всевышнего, прилюдно и скрыто от людей. Иосиф убежал от жены Патифара, и никто не видел этого его поступка. А Игуда признался в своей связи с Тамар, прилюдно, при всем собрании. Один и второй за освящение имени Всевышнего удостоились царства Машееха. Машееха бен Иосифа и Машееха бен Давида. Ну, а Давид из колена Иуды, поэтому фактически. Рабейн Йона говорит одну важную вещь, важнейшую. Главное в жизни – освящение имени Всевышнего. Почему? Потому что для того, чтобы мир существовал, мы должны служить Богу. И мы помним известные слова Раби Шимана Ацадика, последнего из мудрецов Великого Собрания. Он сказал, на трех вещах стоит мир. На торе, на службе в храме и на добрых делах. Только таким образом мы можем поддержать существование творения. Каждое наше действие является либо поддержкой мировой гармонии, либо ущербом для нее. И служение Богу – это и есть освящение имени Всевышнего. Это можно понять и с другой стороны. Очень просто. Ведь мир был создан ради славы небес, как сказано в той же Мишне Перке. А вот «блословен Бог наш, который создал нас ради славы своей». Тогда что, когда человек совершает грех, в котором есть осквернение имени Всевышнего, он подрывает самые глубинные основы, фундамент всего мира, цель его собственного творения, и поэтому теряет право на жизнь. Нам кажется, что мы скажем «слава Богу», что никто не смотрит на нас, не берет нас в пример. И однако нам следует знать, что на нас смотрят. Да еще и как. И я сейчас имею в виду не Бога. С этим все понятно. Над нами глаз всевидящий и око всеслышащие. И это тоже из Мишкин Перке, а вот. Нет, я не об этом. Талмуд требует стих из пророка Ихескеля. «Сыны дома Израиля, как когда жили на своей земле, осквернили ее своим образом жизни и своими поступками, и я рассеял их среди народов, и развеялись они по разным странам, и подверли они осквернению имя мое. И на них показывают пальцами, о них говорят. Это народ Бога, и из его страны ушли. Ведь они были изгнаны за свои грехи, они были нечестивцами. Как же их низменное поведение связывают с тем, что не народ Бога? С одной стороны, как ни удивительно для всех народов вокруг и большинства людей, именно то, что мы были изгнаны из своей страны за наши грехи, именно это является подтверждением, что мы народ Бога. И сейчас, если мы ведем себя недостойно народа Бога, это и есть осквернение моего имени Хилюляшем. И в этом случае для окружающих нас народов не важно, религиозный или еврей, или нет. Если он еврей и ведет себя неподобающе, это осквернение имя Всевышнего. Более того, все больше и больше людей понимают, кто-то с сознанием, кто-то с осознанным, кто-то в подсознании, что народ Бога должен выполнять какую-то миссию по изменению мира к лучшему. Ведь это этого хочет Бог. Для многих это выражается в каких-то примитивных представлениях. Они не понимают, какие требования предъявляет к нам Бог. Но в общем и целом знают, что у евреев есть шаббат, есть особая еда, есть одежда, нормы поведения. И недолюбливание появляется, когда они не видят этого в нас. Значит, мы не только не соответствуем требованиям Бога к нам и теряем это понятие народа Бога, но и более того, значит, мы не выполняем свою миссию, и мир ухудшается из-за нас, потому что мы его не улучшаем. И это и есть осквернение имя Бога. И, конечно, негатив усиливается в их глазах, если кто-то неподобающе ведет себя еврей, который известен им как религиозный, соблюдающий. Или это видно по его одежде. Причем это в случае нет особой разности. Это поведение замечают не евреи, или просто не соблюдающие евреи, просто евреи. Есть даже такое понятие, как морит айн. Это когда кто-то видит, что еврей делает что-то запрещенное. Например, из-за того, что запрещено ездить в метро в шаббат, даже если все остальные законы шаббата выполнены, перенос, оплата, прохождение через электронный турникет, всего удалось избежать, остается только морит айн. Если тебя увидели и знают тебя как соблюдающего еврея, это хилюляшем, это осквернение имени Творца. То есть мы увидели, что не евреи смотрят на евреев, и не соблюдающие евреи смотрят на соблюдающих, и цепочка продолжается. Религиозные евреи смотрят, как ведут себя Бнеторая или Бальшува. И в результате поведение всех слоев еврейского общества под прицелом. И в каждом нашем шаге есть угроза осквернения имени Всевышнего. И поэтому усилия по освящению его имени должны быть постоянными, и в каком-то смысле это и есть наша задача нашей жизни. Я хотел всем пожелать силы выносливости в эти непростые времена для тех, кто покинул во время войны Украину. И хотел сказать еще раз, что нашу работу в духовных мирах для победы над злом, для достижения Всевышнего своих целей в войне в Украине за нас никто не сделает. Брахам всем нам и от слаха. Благословения и успеха. И остаемся дальше в поисках смысла.